Это программа «День с толком». Итоги уходящей недели подведем сегодня вместе в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Ключевой темой этой недели стало принятие дополнительных ограничений из-за коронавируса. А именно введение системы QR-кодов, которые призваны мотивировать людей к вакцинации. Торговые центры пропускать посетителей по электронным пропускам начали уже с сегодняшнего дня. Предоставить QR-код можно в электронном и бумажном виде. Вместе с ним необходим паспорт либо водительское удостоверение. А вот людям с медотводами к прививке придется сложнее. Пропуск в торговые центры разрешен только тем, у кого есть медицинская справка о противопоказаниях, а также отрицательный ПЦР-тест. Он действителен всего в течение 72 часов с момента проведения. Уже с 15 ноября QR-коды потребуются для посещения театров, кинотеатров, клубов, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, гостиниц, санаториев, детских лагерей и кафе. Документ о вакцинации пока не потребуется в транспорте, а также если вы идете в аптеку, продовольственные магазины и тому подобное. Во всех остальных случаях QR-код будет нужен. Второе. Домашний режим, режим самоизоляции, вводится для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию или не переболевших ковидом менее полугода назад. Третье. Режим нерабочих дней будет действовать на территории края с 30 октября по 7 ноября. Отметим, введение системы QR-кодов действительно повысило темпы вакцинации граждан. Спрос на прививку всю эту неделю был не просто высоким, а можно сказать ажиотажным. В некоторых пунктах наблюдались огромные очереди. Так в Барнаульском торговом центре Геомаркет принимали по тысяче пациентов ежедневно. В общей сложности за неделю привилось порядка 30 тысяч жителей края. Но вернемся к теме электронных QR-кодов. На этой неделе в Молодежном театре края журналистам наглядно продемонстрировали, как будет работать новая система входа. Специальное совещание на эту тему прошло и в Министерстве спорта региона. О том, как готовится Барнаул к жизни в условиях ковид-пропусков и в целом о ситуации с заболеваемостью в регионе в нашем специальном репортаже от Софии Яценко. Вот он пропуск в полноценную жизнь или новую реальность. Теперь люди старше 18 лет без него не смогут посмотреть даже спектакль. С 15 ноября попасть в театры региона смогут только владельцы своего личного QR-кода. Это может быть QR-код о перенесенном ранее ковиде, не ранее, чем 6 месяцев назад. Либо это может быть QR-код об отрицательном ПЦР-тесте. Такой QR-код действует 72 часа. Если у вас есть медицинский отвод от вакцинации, то вместе с этим документом нам нужно будет предъявить как паспорт, так и отрицательный ПЦР-тест. Проверять наличие QR-кодов будут прямо на входе в театр. Та же система будет работать и на входах в фитнес-центры. С ноября здесь качать мышцы без пропуска не получится. Однако не все готовы к такому повороту событий. С сотрудниками вопрос уже проработан. Буквально осталось 1-2 человека. Я думаю, что после 6 дней 1-2 дня. По клиентам это не вопрос ни одного дня, ни двух дней. Будем с правдой в глаза смотреть. Это большая массовая работа, которая начнется, наверное, в первую очередь не с тех, кто будет тренироваться, а именно с тех наших работников, как это объяснить, как донести и насколько часто это придется делать. На общественный транспорт такая система пока не распространяется. Но радоваться рано. С 20 ноября в Омске QR-коды будут проверять и в автобусах. И не исключено, что скоро это может появиться и в Алтайском крае. Новыми условиями всерьез обеспокоены предприниматели. Многих пугает опыт первой волны коронавируса, после которой многим пришлось закрыть свой бизнес. Рестораторы беспокоятся, что из-за такой пропускной системы число посетителей сократится в разы. Самое страшное, это ты переживаешь только за сотрудников, потому что это люди, за которых ты отвечаешь. Сфера общепита, она достаточно бедная именно по кадрам. И многие ребята, кто если брать 20-й год, перешли из этой сферы общепита в другие направления, на удалянку и так далее. На убытки настраиваются и другие предприниматели региона. По опыту других регионов, где вводились QR-коды, выручка в кинотеатрах падала в 3-4 раза. Я думаю, что в той или иной степени, наверное, пострадает. Выручка снизится везде, где будут это вводиться. Переживают и родители дошкольников. Несмотря на то, что детей пока не вакцинируют, могут закрыть допуск родителям в детские сады. По крайней мере, такие предложения прозвучали в нескольких регионах России. К слову, прививать стали уже беременных и кормящих. В Барнауле такой пункт открылся на Комсомольском проспекте в подразделении второго роддома. Однако пока большая часть претенденток вакцинации избегает. Доверяют лишь единицы. Я посоветовалась с мамой. Она говорит, что если врач говорит, что так и есть, тем более были печальные случаи, о которых не хочется запоминать, то мы решили воспользоваться этим. Защитите себя и ребенка в дальнейшем тоже. В связи с вводом QR-кода в прививочных точках ажиотаж число желающих привиться резко увеличилось. Но не настолько, чтобы полностью закрыть вопрос. А тем временем свободных коек в региональных ковидных госпиталях почти не осталось. 96% занято больными. Некоторым больницам уже не хватает кислорода. Несмотря на то, что про коронавирус узнали еще в декабре 2019 года, люди до сих пор делятся на два лагеря. Одни идут и прививаются, другие относятся к вакцине с опаской. Поспособствует ли массовой вакцинации такая система QR-кодов – вопрос открытый. А между тем медики прогнозируют – четвертая волна не последняя. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. С сегодняшнего дня из-за пандемии начались нерабочие дни. Их ввели, чтобы прервать цепочку заражений и улучшить эпид-обстановку в стране. Трудиться в эти дни могут только предприятия с непрерывным производственным циклом, органы власти, медучреждения и магазины товаров первой необходимости. Сотрудники других организаций должны работать либо удаленно, или вовсе отдыхать, но с соблюдением особого карантинного режима. Не посещать места массового скопления людям старше 60 лет находиться на самоизоляции. Но как планируют провести первую декаду ноября барнаульцы, мы спросили у самих горожан. Дома. Только дома. Почему? Законопослушные видят. Сказали сидеть дома 60 лет. Будем сидеть дома. С ремонтом будем. Не знаю, я думаю, что это слишком много выходных. Дурдом. То есть это плохо, что нерабочие? Конечно. А почему? А что хорошего? Правильно объявили, что по прошлому году, по опыту прошлого года, что пошла на спад сразу заболеваемость. А что буду делать? Ну, будем, хорошая погода, будем гулять. Лучше поберечься, потому что помимо ковида еще различно много простудных заболеваний, ОРВИ, ОРЗ. Поэтому сезон простуд. В любом случае лучше поберечься. Нам не объявили, к сожалению, выходные. Мы будем работать. Надо работать, надо какие-то другие меры предпринимать, нежели отпускать людей куда-то там. Да, где-то, наверное, 70 на 30 процентов. 70, скорее всего, в ОРВА, ну, 30 процентов. Но явно есть граждане, которые верят в это все и будут останутся дома. Где будете проводить? Дома. Школьникам сегодняшнего дня и до 8 ноября запрещено посещать торговые центры без взрослых. А между тем начались осенние каникулы. В нашем крае, в отличие от ряда других регионов, их не стали продлевать. Но в отдельных случаях, при большом числе заболевших учеников, школы вправе самостоятельно уйти на дистант или карантин. Прежде всего, конечно же, это официальные статистические данные. Закрытие школ у нас происходит на основе тех данных, которые к нам поступают из управления Роспотребнадзора. Если это заболевание новой коронавирусной инфекцией, если это ОРВИ, то на сегодняшний день мы используем те документы, которые у нас были приняты. На период нерабочих дней ушли на дистант колледжи, техникумы, профессиональные лицеи и вузы региона. Что касается детских садов, то они будут работать по сценарию 2020 года. Дежурные группы будут принимать детей, у которых родители предоставили документы, подтверждающие занятость на работе. Отметим, справки должны быть от обоих родителей. К слову, в крае растет процент тяжелых пациентов среди юных жителей. В реанимации Барнаула под аппаратами ИВЛ сейчас находится 4 ребенка. По мнению главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава края Галины Филипповой, родителям нужно быть предельно внимательными к детям. У них коронавирус может развиваться так же стремительно, как и у взрослых. Именно развитие поражения легких у них идет с развитием респираторного дистресса синдрома, идет как у взрослых. Головная боль, вот взрослые многие жалуются на сильную, вот у подростков протекает точно так же длительная температурная реакция. Если говорить о здоровых детях, которые в принципе не представляли проблем в своем развитии, в основном вот эти тяжелые формы с поражением легких дают как раз подростки. И подростки, которые имеют лишний вес. Несколько детей и младшего возраста, но у этих детей есть определенные проблемы в виде ДЦП и онкозаболеваемости. У нас есть от 20 дней и до 18, но это дети не в реанимации, они в принципе болеют ковидной инфекцией, поэтому заболеть и сейчас 4-дневный был случай, 4-дневный ребенок выделял ковид. То есть неважно в каком возрасте, важно как они болеют. Москва нас предупреждает о четвертой волне подъема коронавирусной инфекции, но вот мы, как началась третья, мы еще не закончили, думаю, уж третью и плавно переходим, видимо, в четвертую. Подъем заболеваемости по стационару, судя средне-тяжелых и тяжелых форм, увеличивается. И в таком максимальном режиме уже мы работаем последние две недели. И если мы говорим о реанимационных койках, то они в течение последних двух недель заняты полностью. В качестве профилактики врач советует родителям следить за питанием ребенка, контролировать, чтобы он гулял и занимался физической активностью. С той же целью в течение недели можно прокапать назальный интерферон. Однако, если вы знаете, что ваш ребенок мог быть в контакте с зараженным, лучше вызвать врача и сделать тест на ковид. К другим темам. Барнаульские школы получили 20 миллионов рублей на оплату услуг специализированной охраны. Как выглядит вход-контроль в образовательных учреждениях сейчас и почему, по мнению местных экспертов, современные школьники все чаще берут в руки оружие? Ответы в специальном репортаже Анастасии Дороган. Не досмотрели все. Раз мы допустили эту трагедию, значит, виноваты во всем мы. Самое главное – видеть этого ребенка и помогать ему. Принимайте, принимайте. Ложись. Вот так, лежа. Мы должны научиться проникать в голову. Это делать очень трудно. В 2020-х годах в российских школах боятся не только не сдать ЕГЭ, не стать самым успешным учеником, но и стать жертвой нападения человека с оружием. Вот только со времен Беслана источник опасности начал меняться. И теперь это может быть сам школьник или бывший выпускник. В Бейскую школу недавно позвонили с угрозой. Вскоре выяснилось, так ученики пытались сорвать уроки. Боевой готовности сейчас все. Школам Барнаула выделили 20 миллионов рублей для охраны чоповцами. В отличие от пенсионеров на вахте, они проходят подготовку, имеют лицензию, но не оружие. Специалисты объясняют, такая защита функции чопа не входит. Если что-то происходит, их обязанность входит только вызов специальной службы по реагированию. У нас каждая также школа имеет кнопку тревожной сигнализации. И не только школы, но и детские сады, они также имеют кнопку тревожной сигнализации. При вызове сотрудников приезжает Росгвардия, она уже вооружена и обеспечена всеми средствами, так сказать, для того, чтобы обезвредить, если сложится такая ситуация. А были случаи, когда нажимали? Нет, не было. По тренировкам от вызова до приезда проходит 5-7 минут. Быстрое реагирование. 22-й гимназии в школу не пускают любых чужаков, даже родителей. Дети проходят через металлодетектор. Первая цифра – количество посетителей. Вторая – у скольких в карманах было что-то подозрительное. Он срабатывает на определенные вещи, такие как смартфоны, как правило, ну, либо связки ключей. Более серьезные вещи – это, говорит, полностью вся рамка такой гимназии. А никто никогда не пытался пронести лимфу за нож? Нет. Не было такого, да? Нет. Говорить о том, что подростки стали более агрессивны, чем раньше, совершенно нельзя. Это основная характеристика подросткового возраста. Раньше подростки не ходили с автоматами, но, во-первых, не было такой возможности, не у всех было оружие, а сейчас оно стало появляться в большей степени. А во-вторых, это, опять же, средства массовой информации позволяют детям видеть возможные варианты, возможные формы проявления этой агрессии. Хотя еще несколько лет назад казалось, что сценарий Колумбайна для России неповторим. Теракт – как способ выражения агрессии. Однако психологи не согласны, что любая агрессия может привести к таким жертвам. Они выделяют несколько причин внутренней жестокости – межличностные отношения, наказание в семье, возрастной кризис. Наиболее часто встречаются, наверное, защитные агрессии, когда не сформированы именно навыки общения у детей, то есть защитные агрессии. Ребенок не умеет ответить, не умеет себя вести и не сформированность общения. Дети не умеют подчиняться другим, играть по правилам других детей. Родители мало времени уделяют. Или из-за того, что кого-то обижают в школе, сверстники, не хватает общения. Однако, с одной стороны, поведение ребенка будет зависеть от принятой модели в его кругу. И тогда хорошо бы родителям знать друзей, сына или дочери. А с другой стороны, специалисты повторяют – корни проблемы растут в семье. И пока психологи настаивают быть ребенку другом, вызывать у него доверие, на уровне государства борются с жестокостью так, как умеют. Речь идет о лицензии на выдачу оружия. Сейчас получить право на ношение охотничьего ружья можно с 18 лет. Травматического – с 21 года. На Алтае почти все оружие у жителей охотничьи. С 1 июля 2022 года у нас вступает в силу федеральный закон, где владельцами охотничьего, травматического, ну и иного оружия, газового, оружия самообороны будет только с 21 года. Вот эти все трагические события, которые произошли в нашей стране, они совершенно подростками. Сейчас в крае 340 самых молодых владельцев оружия. Однако общая тенденция идет на спад популярности стволов или охоты. Но где гарантия, что оружие для ребенка будет недоступным? В таком случае лучше, чтобы у молодого человека был вариант другого решения проблемы. В процессе создания материала на нас вышли родители школьников Барнаула. Они сообщили, что несмотря на выделенные деньги, далеко не везде охрана в руках ЧОПа. И где-то на вахте продолжают сидеть пенсионеры, например, в 128-й школе. Но и к специализированной охране у некоторых мам и пап есть вопросы. Нам указали, что в школе номер 101 охранник может покидать пост, а турникетов там нет вовсе. А кто-то иронизирует, что сотрудники ЧОПа и есть пожилые. Но и надеяться лишь на проходной пункт в школе в 2021 году глупо. Когда что-то происходит, мы не говорим, что дети не надо так делать, потому что это возраст. Вот скажем, мы скажем, ребята, не надо звонить в школу, что будет теракт. Кто-нибудь позвонит. То есть вот здесь не надо перебарщивать. Надо учить, как безопасно себя вести, потому что это возраст такой. Если взрослым не включиться в диалог со своими сыновьями и дочерями, то дети останутся наедине с детьми. И в таком случае стоит надеяться лишь на готовность школьников к экстренным ситуациям. Вы знаете, что надо делать? Да. А что надо делать? Нужно закрыть дверь и спрятаться под фарты. Нужно лечь на пол. Что может ограничить, чтобы... Забаррикадировать вход. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Андропов. День с толком. На этой неделе прошла очередная сессия краевого парламента. Большой резонанс среди депутатов вызвал вопрос о проекте бюджета региона. Так, одна из фракций предложила не принимать главный финансовый документ с дефицитом в 7 миллиардов рублей. О доходах, расходах и других финансовых показателях, от которых будет зависеть жизнь региона в ближайшем будущем, смотрите далее. Согласиться на предлагаемый бюджет, это значит согласиться на дальнейшее наше медленное увядание. Проект бюджета удовлетворил не всех. Посчитали, что денег мало. Доходы 134 миллиарда, расходов на 7 миллиардов больше. Да, дефицит почти 7 миллиардов. Однако собственные доходы региональной казны по сравнению с текущим годом вырастут сразу на 14%. В бюджетном комитете говорят, экономика оживилась. Но из-за пандемии вновь стоит ожидать перераспределения статей. При этом общие тенденции экспертов радуют. Повышение заработной платы по указным категориям работников, это 76 тысяч работников, это приличная цифра. И второе, вот то, что мы сейчас уже видим из федерального бюджета, это инфраструктурные кредиты. А это ведь и новые рабочие места, и состояние производства, значит поступление потом в краевой бюджет с точки зрения налогов. Бросив где-то амбиции, а где-то отбросив, скажем, робость перед московским руководством, давайте, может быть, выходить на федеральный уровень с инициативами о реформировании бюджетной системы, о выравнивании обеспеченности регионов. Можно, конечно, сегодня не принять бюджет и сказать федеральному центру, что в Алтайском крае бюджет не принят. Вот дадите нам больше денег, мы будем тогда принимать тот бюджет, который нам необходим. А какой нам бюджет необходим? Надо же вот над этим вопросом тщательно работать и рассматривать. Ну грех сегодня винить исполнительную власть, в том числе правительство, особенно губернатора Алтайского края, который обеспечил в том числе увеличение огромного роста федеральных средств. Бюджет вновь социальный, плюс ко второму чтению учтут замечания. Например, индексацию мер соцподдержки ветеранов труда, тружеников тыла, мат-капитала, детских пособий. Еще один денежный вопрос – курортный сбор. Его снова вводят, и теперь туристы будут платить не 30, а 50 рублей. Цены на проживание в Белокурихе достаточно высокие, и этот сбор он практически не виден в общей массе тех расходов, которые турист несет. И для кого это сегодня, в общем-то, никакая там дополнительная нагрузка. А для города, региона, конечно, это безусловно благо. И еще одно новшество – определен размер штрафа за продажу несовершеннолетним газовых баллончиков и энергетиков. 500 рублей продавцам и до 15 тысяч юрлицам. Здесь депутаты были почти единогласны, в отличие от вопроса по ограничению пассивного избирательного права тех, кого признали причастными к экстремизму или терроризму. По поводу того, что люди, которые рядом с митингом стоят, будут привлекаться к ответственности. Слушайте, ну, уже сложилась судебная практика, несколько человек были ограничены в этом пассивном избирательном праве, и поверьте, это ни один из них не был таким человеком, который просто стоял рядом. Завтра эта статья будет поменяться к КПРФ абсолютно однозначно. Чисто политическая статья, где под экстремизм могут приписать любое деяние, любое. Однако большинством голосов вслед за федеральной повесткой закон приняли. Он ограничит возможность баллотироваться экстремистам на несколько лет. Ирина Корчагина, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. На сессии депутаты регионального парламента проголосовали за повышение курортного сбора. Сейчас он 30 рублей из человека, а с 1 января следующего года станет 50. Законотворцы оценили заполняемость Белокурихи. Она сегодня стопроцентная, несмотря на довольно недешевые цены. Так что повышение сбора на два десятка, по мнению депутатов, туристов не отпугнет. Первое – это существенное увеличение туропотока в сравнении с пандемийным годом. Это первая причина. И как раз этот сбор фактически не влияет на этот объем. Мы не видим здесь никаких зависимостей, что увеличение его повлияет на снижение. Второе, что немаловажно, ведь у этого сбора задача не только увеличить нагрузку на туриста, но ведь турист пользуется инфраструктурой курорта. Она, естественно, нуждается в модернизации, совершенствовании, ремонте. И эти деньги как раз решением представительного органа муниципалитета города Белокурихи, они в соответствии с планом будут тратиться только на благоустройство. Они сами могут определять направление в рамках благоустройства. Это может быть Теренкур, а, например, как они сейчас планируют, сделать очень современный парк как раз такого плана, как Дендрария, если мы видим в Сочи, с разнообразной зеленью и возможностью отдыха людей. И это ведь и правильно. То есть там, где на местах, понятнее, как лучше обустроить и для жителей Белокурихи, и для туристов эту территорию. Цифры я вам сейчас не подскажу по прошлому году, но они составляют порядка 30-40 миллионов рублей для этого фонда. За счет повышения с 30 до 50 рублей мы еще порядка 11 миллионов плюсов получим для этого фонда. Добавим, курортный сбор в Белокурихе взимается уже 4 года. За это время, отмечают эксперты, облик Белокурихи за счет благоустройства изменился в лучшую сторону. Кстати, по итогу этого года, по прогнозам властей, турпоток в Алтайском крае составит почти 2 миллиона человек. Закупочные цены на мед не устраивают алтайских пчеловодов. Они считают их слишком низкими. К примеру, единственное крупное предприятие, которое закупает продукты пчеловодства в Калманском районе, за килограмм меда дает от 70 до 90 рублей. При том, что на ярмарках представители крестьянско-фермерских хозяйств могут выручить за продукты до 300 рублей за килограмм в зависимости от сорта. Подробности в видеосюжете. Ну вот, сезон у нас уже закончен. Мед весь откачан. Пчелки пролечены. И приготовились уже зимовать. Алексей Найденко – потомственный пчеловод. Разведением пчел занимается профессионально. В его хозяйстве 200 пчелосемей. Говорит, на хлеб с маслом его семье хватает. А вот на развитие хозяйства – нет. 200 пчелосемей – это не предел. То есть, есть чем заняться, механизация и так далее, и так далее. Организация цеха для откачки современного, по последнему слову, техники. Ну, для этого нужны средства. Цена, которая бы устроила мое хозяйство, вот я говорю про себя, это порядка 130-150 рублей за разные сорта меда. Чтобы получить мед разных сортов, Алексей не просто держит пасеку в Калманском районе. Вместе с напарником они кочуют по Алтайскому краю. Возят Ульев-Черышский, Топчихинский, Новичихинский районы. И это тоже немалые траты. По итогу ассортимент меда у Алексея разнообразный. И акация, и дягель, разнотравье, гречишный. Но нормально заработать. На продажи пчеловоды могут только в августе. На барнаульских ярмарках. Продают в пределах 300 рублей за килограмм. Сдавать по 90, а то и по 70 не торопятся. Говорят, лучше придержать. Иногда, например, в прошлые годы удавалось сбыть по 120, по 110 рублей за килограмм. Но это по России, который мед расходится. Это люди, небольшие компании, может быть, сами торговцы, которые звонят. И вот мелкий такой, скажем, оптом. Два-три куба тенера, сто, сто пятьдесят килограмм. Вот такие партии, небольшие. В последние два года ситуация ухудшилась. Из-за пандемии звонить из других регионов стали все реже. Но выход есть, уверен Алексей Найденко. И его мнение на этот счет поддерживают другие пчеловоды. У нас все полки в сетях забиты, грубо говоря, суррогатом. Но снимают с полок. Через какое-то время этот процесс продолжается. То есть, все-таки, я считаю, что государственные контрольные органы должны здесь жестче работать. И если мы наведем порядок на полках, у нас откроется еще одна ниша для сбыта нашей нормальной качественной продукции. Ну а пока потребители частенько покупают в магазинах мед даже по 500 рублей за кило. Причем обычный, подсолнечный, более дешевый торговые сети выдают за более дорогой, горный, например. Фальсификат можно определить только лабораторным путем. На глаз заметить подмену люди не в состоянии, уверен Алексей. Ну а он тем временем мед нового урожая, в том числе и в сотах, частично оставил у себя. Вдруг что-то изменится и продать сможет по более выгодной цене. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. На этой неделе в Крае приняли изменения в закон о пчеловодстве. Они призваны защитить пчел от гибели. В частности, в документе прописали, что пасеки нельзя устанавливать на кладбищах, скотомогильниках у заводов по производству ядовитых веществ. Кроме того, сельхозпроизводители должны предупреждать пчеловодов о протравливании полей химикатами. Добавим, что в последние пару лет пчелы массово гибнут из-за сельхозхимикатов, которые применяют аграрии. Мы обязали сельхозпроизводителя, во-первых, предупреждать через любые средства информации. Это или газета, это информационные доски, это интернет, это приложение мобильная пасека, это программа, которая работает уже второй год в Алтайском крае, Респак. Любые коммуникационные сети, сроки проведения, способ проведения, то есть наземная или воздушная обработка. Причем воздушная обработка запрещается в радиусе двух километров населенных пунктов, значит, водоозер, рек и так далее. И, соответственно, какими пестицидами будет обрабатываться класс опасности и информировать также, на какой период, значит, двое суток или трое должна происходить изоляция. Работать над законом о пчеловодстве продолжат и дальше. Так вот сейчас, вслед за федеральной повесткой, краевые депутаты избавили органы местного самоуправления от составления карт кочевых пасек. Правда, для защиты пчел и пчеловодов это делать нужно. Поэтому в ноябре депутаты вернутся к этому пункту. Предполагается, что карту муниципалитету составлять не нужно будет, но обяжут согласовывать расположение кочевых пасек. Еще одни любители меда – медведи – вышли к людям. Их обнаружили сразу в нескольких районах. Самая животрепещущая встреча произошла в Заринске, где предприятие «Алтайкокс» посетило крупная медведица и два медвежонка. Горе-мама ушла быстро, а вот косолапых медвежат пришлось провожать долго. Как на подобное реагировать, нормально это или нет, этот вопрос мы задали эксперту. Вообще-то медведь не ходит в гости к людям. Он живет, у него свои угодья, так сказать, свое место жительства. Если медведь появился на территории населенного пункта, это, скорее всего, именно ли он ручной медведь. То есть бывает, что за окнотка уходит, из цирка частенько убегает, или кто-то держит у себя в сарае и убегает. Или бывает, что неадекватное поведение, бывает, что редко, но бывает, что деки заходят, который потерял страх перед человеком. В таких случаях мы уже принимаем экстренные меры. В Заринске такой широко известный медведица с двумя медвежатами зашла на территорию завода «Алтайкокс». На территорию вот как-то нашла такую дырку, хотя там периметр огорожен полностью. Вот, сама медведица вышла, а вот медвежат еще долго, часа два или три, их там выгоняли, выгоняли, все-таки выгнали. И они ушли, вместе с мамой соединились и ушли в лес. Что послужило выходом? Голод, визу, крошка? Ну, во-первых, молодые часто приходят. То есть часто период, когда осень, когда матери начинают отгонять своих второгодков. То есть у них маленькие медвежат, они их как бы воспитывают. А в тороботке, как их няньки называют, вот, их уже от них избавляется, прогоняет. То есть заставляет их начинать самая остальная жизнь. Они еще глупые и ходят, бродят, и вот ищут себе место для жизни. То есть вот, как бы, миграция у них получается. Вот, вот, сейчас отмечены следы у нас и в Шопановском районе, и в Мамонтовском районе, то есть по бору идут, по вдоль бора идут и ищут. Вот, когда раньше их не отмечали там следы, а туда отмечали, видели. Страшного ничего нет. Сейчас стоит чего-то опасаться? Излишнего отборьян? Нет, особо такого ничего. Обычная ситуация, значит, что чаще стали появляться, как бы, около населенных пунктов, это связано, становится, с молодежью. Они начинают расселяться, еще не совсем умные такие. Вот, поэтому сами, появляются сами нередко. Ну, видят их следы. Обычно, о, медведь пришел, о, медведь. Ну, что с тобой медведь? И в завершении выпуска об одном из самых необычных музеев Барнауле, которому накануне исполнилось 60 лет. Он небольшой по площади, действует при школе, но его экспозиция включает больше 5000 экспонатов, свидетелей эпохи, по которой многие земляки сладостно ностальгируют. Музей о советском времени накануне его юбилея посетила наша съемочная группа. Попасть в советское кино, узнать, как жили деды и прадеды в СССР, а может побывать на поле боя Великой Отечественной войны. Обо всем этом может поведать музей, который официально носит скромное имя. Музей истории школы. Но на деле здесь богато представлена была эпоха. Его создатель, учитель истории Юрий Глик, был беззаветно предан своему детищу. А теперь его дело столь же предано продолжает другой педагог Олег Рыжиков. На советский период выпала Великая война. Об этом времени особенно много экспонатов. Но есть и предметы быта товарищей, их труда и одежда того времени. Костюмчики, кстати, можно примерить. На мне надета форма Великой Отечественной войны. Она настоящая. За исключением наград они просто чисто символические. На мне винтовка Великой Отечественной войны. Она настоящая, но она не заряжена. Все просто как декор. Часть музейных экспонатов нашли поисковые отряды. А есть и предметы, которые подарили фронтовики и другие люди. Сохранить историю того времени помогают и 60 волонтеров. Дети с 5 по 11 класс. Все они в поисках новых экспонатов. А кто-то уже пробует себя в роли экскурсоводов. Говорят, это и в учебе помогает. Это интересно достаточно. Тем более я могу развить свою речь, могу подробнее описывать разные предметы. Я считаю, что нужно помнить нашу историю. Что все должны это знать. И стараюсь это прививать остальным, показывая хороший пример. Торжества по случаю юбилея музея из-за эпидобстановки не будет. Но его руководитель и его юные воспитанники уверены, что примут не один десяток поздравлений от своих коллег и от неравнодушных к истории горожан. Общение по телефону и видеосвязи пока, к счастью, никто не ограничивает. Анастасия Болотина, Александр Антропов. День с толком. И на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Эвалар. До встречи. Продолжение следует...